Большинство пациентов обращаются к врачам-онкологам уже на поздней стадии заболевания. Такова статистика. Медики не устают повторять о важности ранней диагностики. У самарцев есть возможность попасть на прием к специалистам. Бесплатно и без очередей. 23 сентября с 9 утра в Самарской областной стоматологической поликлинике будет проходить день открытых дверей. Пациентов будут консультировать стоматолог, онколог и лор. Доктора говорят, важно обращать внимание даже на незначительные недомогания. Такие, как боли и трудности при глотании, охриплость голоса и постоянная заложенность носа. Особенно, если все это длится больше трех недель. Каких-либо конкретных признаков, позволяющих заподозрить рак, нет. Есть вновь появившиеся жалобы, которых никогда якобы не было. Поэтому всегда, если что-либо смущает, необходимо обратиться к специалисту. Но самое действенное – это клинический осмотр специалистами. Для самарского и итальятинского онкодиспансеров закупили оборудование на сумму более 500 миллионов рублей. Также 8-й городской больнице откроет онкоделение уже в декабре. Пока там будут трудиться 14 специалистов. К 2024 году – более 40. Практика показывает – пациенты обращаются первый раз не к онкологам, а к врачам других направлений. Поэтому задачей проекта входит их подготовка. Мы эту работу уже выполняем. Мы уже провели несколько циклов такого тематического усовершенствования. Для Тольятти, для двух сельских районов, для городских поликлиник нашего города. То есть эта работа выполняется реально. И мы ее, конечно, выполним. Поскольку подготовка кадров для практического здравоохранения – наша непосредственная работа, наш главный приоритет. И мы от него никогда не откажемся. Чтобы не сомневаться в своем здоровье, нужно делать раз в год флюорографию. Посещать смотровой кабинет или центр здоровья. Для выявления факторов риска заболеваний. Врачи советуют отказаться от сигарет, алкоголя и следить за питанием. Оно должно быть сбалансированным. Есть случаи, когда абсолютно человек чувствует себя хорошо, скажем, удовлетворительно. И рак – это чисто случайная находка бывает. Но, как сказал Андрей Евгеньевич, сиплость в голосе, потеря в весе, просто слабость, недомогание – это те симптомы, которые необходимы, чтобы обратиться к врачу первичного звена. Специалисты говорят, рак в последнее время выявляют все чаще. Не исключено, что среди причин смертности уже к 2030 году он будет на первом месте, уверенно обгоняя сердечно-сосудистые заболевания. Валерия Куценко, Николай Епифанов. События.